Дорогие братья и сестры, всех вас сегодня поздравляем с праздником входа Господня в Иерусалим. Сегодня мы величаем того, который идет добровольно на свою смерть ради нас и ради нашего спасения. И, как поем мы сегодня в величане, «Ассанна и мы тебе вопием, благословен гряды во имя Господне». Господь идет утвердить свое Царство в бессмертной вечной жизни через Голгофу, через Крест, через светлое свое воскресение. Мы часто с вами слышим слово, сочетание «Царство Небесное». Мы говорим о Царстве Божьем. Эти знакомые нам слова иногда не вызывают у нас некого даже размышления. Мы слышим перед каждой Божественной Литургией «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». О каком идет Царстве речь? О каком-то Царстве незнакомом, неведомом, запредельном? Или, может быть, это о Царстве земном? О Царстве славы? О Царстве торжества человеческой природы? Вот на этот вопрос сегодня отвечает нынешнее торжество. Иисус Христос, Царь славы, входит в древний город Иерусалим, в город великого Царя, входит как Царь. Но скромно, на осленке, люди встречают Его как Царя. Они постилают под ноги Его ветви, пальмовые цветы, одежды и кричат, восклицают «Благословен гряды! Во имя Господня! Оссанна!» Они радостно ликуют, встречая Царя-освободителя своего Царства. Но вот в чем радость этих людей. Они наконец-то поняли, что идет Тот, Который даже поднимает мертвых. И тогда действительно у людей появляется желание прославить Того, Которое наконец-то даст Царство Израилю. Вот Он, Царь Израилев! Вот Он, Тот, Который избавит нас от рабства и гнета римлян, Который избавит нас от этих западных римских оккупантов. Вот Он, Царь, Который из пяти хлебов преосуществляет в такое количество, что может напитать и пять тысяч человек. Тот, Который дает зрение слепым. Вот уж поистине Царь грядет, встречайте! Но Христос останавливается. Перед входом в город великого Царя Он останавливается и плачет. «Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз Я хотел собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья! И Вы не захотели! Все остается! Дом Ваш пуст!» – говорит Христос. «И от сели не увидите Меня, доколе не воскликните! Благословен гряды во имя Господне!» Христос плачет потому, входя в Иерусалим, что, знает, люди ищут совсем другого Царя, Царя земного, великого, победоносного, который дал бы только хлеб, а Христос дает хлеб, сходящий с небес. Он Сам открывал Своим ученикам и последователям, «Я, хлеб, сходящий с небес, едущий хлеб сей, жить будет вовек!» И те, кто поверили, пошли за Ним. Есть те, которые не поверили, и тут же ушли. Что это Он такое говорит? Как может Он быть хлебом? А Он еще и дополняет, «Я есть тот хлеб!» Это то есть тело, которое Я предаю за живот мира. И кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, тот не будет иметь в себе жизни. О чем это? Как это можно слышать? Иудеи стали расходиться. И Христос обращается к ученикам Своим со словами, «Может быть, и вы хотите уйти?» Вот сегодня эти вопросы задает каждый из нас. «Может быть, и вы хотите уйти?» Смотрите, сколько вокруг имени Христова всевозможных непониманий, разномыслей. Да и нужно ли сегодня молиться, поститься, читать Евангелие, готовиться к исповеди, скучать по закрытым храмам? А нужно ли это все? Или предаться просто зрелищу по телевидению, там все онлайн, включено с утра до вечера, в режиме круглосуточного развлечения? Может быть, действительно отвлечься? Вот о тех, кто отвлекся и не помнит. Плачет Христос. Вот те, которые не признали Его и ушли, они оставили Бога. Они оставили свое будущее, царство, которое приготовил Бог любящим Его. Вот почему Христос, вопрошая учеников, «Может быть, и вы хотите уйти?» дает свободу. «Если ты хочешь уйти от меня, уходи». Ну, вот очень интересный ответ апостола Петра, который говорит, «Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. И мы уверовали, что Ты истинно есть Сын Бога Живада». Нам, дорогие братья и сестры, уже из даже своих домов, своих заключений, своих пребываний в самоизоляции, просто уже некуда идти, все закрыто. У нас один путь. У нас одна дорога к Богу. Ведь Он сам сказал, «Я есть и путь, и истина, и жизнь». «Идите моей дорогою, и вы никогда не будете ходить во тьме». Поверьте, тот, кто обрел Христа, тот, кто обрел веру в Бога, истинного, победившего смерть, тот сегодня не боится, тот сегодня не страшится, он переживает, как и все мы. Но страха нет в его сердце, потому что упование, мой отец, прибежище, мое сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая. Слава тебе, говорит человек, даже находясь в самоизоляции. Такой человек повторяет часто те слова, которые слышал, когда церкви были открыты. «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь, защититель жизни моей, от кого устрашуся?» Вот потому христианин старается еще подумать, как он может и другим помочь в это непростое для всех нас время. Но вернемся к тому царству, которое пришел основать Христос. Он входит в Иерусалим и остается непризнанным. Очень скоро иудеи, которые увидят, что тот, которого они встречали так радостно и торжественно, будет схвачен, будет посажен в темницу. Так где же его всемогущество? Где же его такое величие, с которым они как царя встречали его в городе царей в Иерусалиме? Где это все? Оказывается, он пригвожден ко кресту. Он распят, увенчан терновым венцом, окровавлен. И вот этот царь, и очень многие люди, которые думали, что приходит царь земной, отвернулись от него. Оказывается, это не тот. Оказывается, надо ждать другого. Это, оказывается, был не Мессия, подумали. А фарисеи с саддукеями и наущали этот сомневающийся, очень быстро меняющий свое мнение народ. Кстати, вот понимание, что решает большинство, большинство встречало Христа Ассанна. И через несколько дней то самое большинство кричало ему распни. Поэтому не всегда надо слушать большинство. Надо слушать Бога и Его Святое Евангелие, которое указывает нам истинный путь в Царствие Небесное. Потому сам Христос и сказал, не видел этого ока, не слышал этого уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Вот если мы возлюбим Господа всем сердцем, всей душой и всем помышлением своим, то мы не лишимся Царства нашего Небесного Царя. Иерусалим не узнал во Христе Царя. Иерусалим обманулся и распял Господа Царя Царей. Но Он в третий день воскрес. Он разрушил узы ада и всем верующим в Него подарил вечную жизнь. Отсюда мы с вами знаем. Верующий в Меня, сказал Христос, если и умрет, оживет. Мы с вами, принимая святое крещение, дорогие братья и сестры, получаем это гражданство Небесного. Мы с вами граждане Неба. Поэтому я хочу поздравить всех вас с тем, что Христос сделал для нас, входя в Иерусалим. Он открывает нам, что Он входит в истинное Царство, которое побеждает смерть крестом и страданием. За всю человеческую природу, которая исказилась грехом, заплатил на кресте своей кровью Христос. И нам отверз врата Царства Небесного. И вот сегодня, когда мы вспоминаем это событие, вспоминаем и мы в нашем рождественском приходе, я сейчас хочу обратиться именно ко всем тем, кто смотрит сегодняшнюю проповедь с воспоминанием. Мы 28 лет каждый год вокруг юбилейного района, вот так, после литургии ходили крестным ходом. Сегодня первый год, когда мы остаемся в храме. Причем с людьми, которые молились сегодня на улице, но это меры безопасности, которые мы соблюли. И хотелось бы, вспомнив о том, сколько было радостных лиц, сколько было счастливых детей, женщин, стариков, шли вместе за Христом, входящим в Иерусалим, с ветвыми, с вербами, с цветами, с песнопениями, с величанями, величаем тебя, жизнодавче Христе, ассанна, вышних, и мы тебе возопием. Благословен гряды во имя Господне, вспоминается мне, сколько было людей с иконочками, с хоругвями, по улице центральной, вокруг огромного населенного района, мы шли вместе с вами. Вот теперь мы можем вместе с вами помолиться хотя бы вот так. И поэтому я прошу вас, дорогие братья и сестры, давайте наберемся терпения, сил, и переживем это время. Помни о том, что Господь открыл нам Царство Божие, и войти в Него, или остаться в Царстве земном, зависит теперь только от нас с вами. Христос все сделал для нас, чтобы мы Его наследовали. Я хочу пожелать всем тем, кто сегодня смотрит сегодняшнюю службу, тем, кто слушает сегодня эти слова, хочу пожелать вам, дорогие братья и сестры, словами сегодняшнего торжества. Общее воскресение прежде твоей я смерти, то есть прежде того, когда Христос еще был распят, Он показал на Лазаре общее воскресение всех людей. И мы должны помнить, что и мы с вами поживем немного и переступим порог вечности, за которым Царство Бога. А потому желаю всем вам, дорогие, стать наследниками того Царства, которое открывает нам Иисус Христос. Я желаю всем тем, кто сегодня молился на удалении в своих комнатах, в своих жилищах, возле храмов. Я хочу пожелать вам словами нашего Господа Иисуса Христа, который пусть каждому из вас после этой временной короткой жизни в этом земном бытии, где мы только странники, в это Царство Бога, когда перейдем и поступим, то есть окажемся пред лицом Христа, услышали. Придите, благословенные Отца Моего Небесного и унаследуете Царство, приготовленное вам от создания мира. Аминь. Мир вам всем и Божье благословение с наступающей Страстной недели, дорогие братья и сестры вас, с входом Господним в Иерусалим. Редактор субтитров